Друзья, у меня пришла авторская коробочка от Doodle&Sketch, которую мы вместе собрали для вас, всяческих художественных ништяков. И сейчас я вскрою ее и покажу вам, что же мы для вас туда положили. Эта коробочка необычная, это коробочка для вдохновения художников, которые хотят заниматься книжной детской иллюстрацией. Здесь есть все материалы, которые помогут вам нарисовать какую-нибудь чудесную, замечательную картинку, а то и книжку целую. Достаем. Как всегда, прекрасная крафтовая коробочка. Я на самом деле так ценю этот момент, когда ты развязываешь вот эти бантики. Господи, как это все прекрасно. А там, ребята, лежат подарки. Открываем. И нас, конечно же, здесь встречает самая необходимая штука для художников. Это бумага. Это склейка Фабриана. И она у нас, знаете что? Она у нас зерна сатин. На самом деле, детская иллюстрация, она очень детализированная. И для того, чтобы нам все детальки можно было прорисовать, нам крупное зерно не нужно. Тем более, она на скане не очень хорошо получается. И мы испытываем сложности с дальнейшей обработкой. Поэтому для вас в этой коробочке горячего прессования, бумага Фабриана для акварели без зерна практически. Вот посмотрите, какая тут гладенькая-гладенькая структура. Картинки получаются очень детализированы. Я уже на самом деле хочу порисовать на этой склейке. Давайте посмотрим, что же дальше. Так, раскапываем волшебство. Волшебство, приди. Итак, давайте по порядку. Давайте сначала разберем кисточки и карандаши. У меня в наборчике от Doodle Sketch очень много материалов различных. Все они упрощают работу с детской иллюстрацией, делают ее более интересной. Мы положили сюда для вас кисточку рублев пятерка. Это у нас белочка. Кисточка достаточно толстенькая, но при этом тоже можно ей обрабатывать детальки, потому что тоненький корочек. Еще одна кисточка, которая здесь есть, это более тонкая кисточка. У нее диаметр тройка и она для прорисовки деталей. В принципе, вот этими кисточками вы можете обойтись для того, чтобы сделать качественную иллюстрацию. Я вот использую только троечку-пятерочку. В принципе, вообще, я ничего не использую больше. У меня этого хватает. И не забывайте, что у вас должна быть для акварели все-таки либо натуральный ворс, либо микс. Кисточки классные, я пробовала. Они прям, вот прям must have. У нас есть тут несколько цветных карандашей. Это карандашики. Значит, это дервиновские карандаши. И цвета у них очень необычные. Такие цвета вы не встретите в коробке с обычными карандашами, которые продаются в художественных магазинах, канцелярских магазинах. Подберите себе коробочку обычных карандашей и дополните какими-нибудь сложными цветами. Это карандаши Soft Pink C170. Значит, здесь это White Grey C710. И Logan Berry, это C160. У них оттенки, посмотрите, этот нежно-нежно такой розовый для обработки кожи. Затем такой коричневый, сложный коричневый, немножечко с сиреневой. И последний карандашик, это у нас серенький. Когда вы заканчиваете свою иллюстрацию, я рекомендую немножечко детализировать и уточнять цветными карандашами, хорошо подточенными, тогда у вас будет более такая точная иллюстрация. К тому же карандаши придают какую-то, знаете, детскую уютность иллюстрации, на которых мы воспитаны. Вот знаете, такие вот раньше были картинки в детских книжках, когда вот прямо от карандашных и штриховки веет какой-то теплотой, ручной графикой. Также здесь в наборчике вы найдете механический карандаш. Значит, это пентеловский карандашик. Этим карандашиком я делаю наброски и делаю контур готовой иллюстрации. То есть, когда вы сделали набросок, вы уже его согласовали сами с собой, либо с вашим заказчиком, и через световой стол, либо через окошечко вы переводите аккуратно этим карандашиком, без нажима. Как же нам обойтись без кисточки? Ой, без резиночки. Здесь у нас в наборе идет клячка. Что такое клячка? Это тот же эластик, но он более бережно относится к вашей бумаге. То есть, если что-то у вас не получилось, если вы сильно не давили карандашиком, вы можете взять клячку, убрать карандаш с бумаги, не повредив структуру бумаги. То есть, у вас не будет там вот этих, вот знаете, там потертостей, всего вот этого неровного, некрасивого, что может испортить качество работы. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас еще есть. Конечно же, как нам обойтись без красок? Ой, так, у нас здесь, знаете что? Собрала я тут для вас краски, это у нас кюветочки Ван Гог. Почему кюветочки? На самом деле, кюветочки очень удобная тема, если вы приобрели пенальчик и сами составляете себе свою собственную палитру акварели. Когда вы начинающий художник, то берите стандартный набор и дополняйте его разными интересными цветами. Если вы уже опытный акварелист, то я рекомендую составлять палитру под свои предпочтения. Все равно у нас есть какие-то цвета, которые мы любим и используем больше всего. Как ни странно, вот этот мой набор. Вообще, на самом деле, с этой палитрой есть у меня замечательная история связана. Когда я была маленькой, мне было 4 года или 5 лет, у меня мама ездила часто в командировки, и это была история Советского Союза, когда все, в принципе, было подзакрыто для простого народа. И кто ездил в командировки, тем очень повезло, и они могли таскать оттуда разные интересные ништяки. Когда мама у меня полетела во Львов, я маленькая заказала ей фломастеры, естественно, и жевательные резинки. И когда мама прилетела у меня из командировки, притащила мне фломастеры, я открываю, и ребенок, что он видит? Он хочет увидеть красный, желтый, зеленый, красивый, голубой, яркие цвета. Я увидела, знаете, какие цвета? Я увидела оранжевый, малиновый, синий, коричневый и фиолетовый. На самом деле нет, я над вами не прикололась. Это не... Эти цвета действительно мои самые любимые сейчас, но нужно уметь ими пользоваться. Я думаю, что когда мы их откроем, вы увидите, какие они яркие. Это у нас идет, значит, цвет называется Naples Rouge или Naples Yellow Red. Цвет кожи. Сейчас очень многие производители взяли его в оборот и стали у них появляться эти оттенки, потому что пользуются популярностью художников. Замешать цвет кожи достаточно сложно, если ты не обладаешь какими-то навыками, уже опытом. И сейчас стали делать вот эти вот оттенки, то есть ты просто размешиваешь водой этот оттенок и делаешь кожу, она получается достаточно реалистичной. Также здесь есть розовый. кинокридон розовый. Это обычно такой вот как малиноватый такой цвет. Здесь есть у нас коричневый, это сиена. Сиена у нас... Борн сиена, да. Также у нас есть тут индиго. Это такой цвет, он как бы черный, немножко синевой. сложный цвет, синий-серый, которым я обычно рисую глаза своим существам. Вот этот цвет у нас, это обычный фиолетовый, 568-й. И у нас также есть здесь кобальт синий. Кобальт, кобальт, да, ультрамарин, проще говоря. Это тот голубой, которым я пользуюсь чаще всего. Он спокойный достаточно, очень хорошо смешивается с различными красными, фиолетовыми, коричневыми оттенками. Вот. Вот такие у нас красочки. На самом деле, я вам покажу, как можно сделать из таких красок очень симпатичную работу. С красками все. Поехали дальше. Конечно же, мы устали тут сейчас болтать языком, устали рисовать, нам нужно подкрепиться, поэтому Дудленд Скетч, как всегда, кладет какую-нибудь вкусняшечку в коробочку, чтобы вас держать в тонусе. Мы с дочкой ее, наверное, вот съедим. Вот. И также, конечно же, как Дудленд Скетч обычно кладет художникам, особенно кто занимается красками, это салфеточки. Необходимая вещь, я всегда забываю, всегда я макаю кисточку в краску, начинаю творить, потом понимаю, что у меня капелька на кисточке, мне нужно куда-то ее деть. И знаете, что я делаю? Не рассказывайте никому. Я беру просто вот так вот намазываю на руку. Это все, конечно, ужасно, поэтому пользуйтесь салфетками. Так. А теперь сюрприз. А теперь сюрприз. Вдохновение от меня. Давайте заглянем. Вы, наверное, уже увидели кусочек. Что меня вдохновляет. Ла-ла-ла. Классика, классика, ребята. Классика. То, на чем мы выросли. То, на чем выросли сегодняшние художники. Это же, конечно, наш любимый автор и иллюстратор. Иллюстратор Сутеев. Видите? Здесь у нас есть несколько сказочек с иллюстрациями. И здесь... Сейчас, подождите. Он, кстати, очень много вот про художников у него. Во! Во! Вот! 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 Мышонок и карандаш. Да, у него есть еще про кошечку. Прекрасные, на самом деле. Очень простые. Очень простая графика, как вы видите. Она ручная. То есть, здесь у нас вот видите карандаш, акварель. Но она передает настолько эмоции, настолько... Настолько это все мило, настолько это все проникновенно, что все детки в остапке. А значит и родители. Так. Еще у нас здесь есть один сюрприз. Как раз к Новому году. Вот такая вот милая лошадка. Это игрушка. Новогодняя. Посмотрите, она так похожа на вот эти вот те игрушки, которые у нас были в детстве. Пускай она у вас согреет теплом и вот этим воспоминанием детства. Ее можно повесить на елочку. Так, конечно же, у нас тут традиционно наклеечки от Дуден Скетч. Можно что-нибудь и склеить. Скетчбук свой, например. Или пенал. И также есть здесь журнал, где можно посмотреть мои картинки. и почитать что-нибудь интересное про мою работу. Я здесь все рассказываю. Все рассказала. Все вообще, что только можно. Вот. Проведите один день вместе со мной. Порисуйте. Я желаю вам вдохновения, чтобы вас это все зарядило, чтобы вы нарисовали потрясающие работы. и, конечно же, вас приглашаю в страну рисования книг. Пускай будет больше классных художников, которые рисуют невероятные детские книжки, очень добрые, очень светлые и несут добро в массы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова